Восточно-казахстанскую область с рабочим визитом посетил министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Садкали. В ходе работы министр совместно с Акимом Восточно-казахстанской области Ермиком Кошербаевым посетил Ридерскую ТЭЦ, провел встречу с населением и личный прием в городе Ридер. Министр в своем докладе отметил, что на сегодня готовность ТЭЦ региона составляет 32%. Совместно с Министерством финансов и областным Акиматом отработан механизм выделения средств из резерва правительства. Напомним, проблемы на Ридерской ТЭЦ начались в конце прошлого года. На предприятии произошел ряд аварий, в результате город остался без тепла. По докладу руководителей подрядной организации работы идут в соответствии с графиком. Мы это видим, действительно, есть труба, мобилизованный необходимый объем рабочих, персонала. Сварщики работают, котельная идет перебор, перебирают турбину действующую. По плану ввода в сентябре планируется до начала отопительного сезона отпуск двух котлоагрегатов, в октябре два котлоагрегата. Кроме того, в ходе встречи населению Восточно-Казахстанской области был представлен новый инвестор ТЭЦ Амиржан Набиев. Таким образом, ТЭЦ перешла под контроль ТОО «Атрикстрой». Амиржан Набиев выступил с заявлением о погашении долгов. По информации Минэнерго, общая сумма задолженности ТЭЦ на данный момент составляет более 5 миллиардов тенге. На сегодняшний день мы закрыли задолженность по заработной плате, закрыли налоги. И сейчас до выделения государственных денег будем выделять деньги на срочные виды работы. Это порядка 500 миллионов. После погашения задолженности будет решаться вопрос о передаче объекта в коммунальную собственность. На самой ТЭЦ же сейчас активно идёт ремонт. К работам привлекли 8 подрядных организаций и более 200 специалистов. Пока выполнена треть работ. Несмотря на то, что станция в частных руках, разработан механизм, по которому государство выделит на ремонт более 8 миллиардов тенге. Решение принято и на уровне республиканского бюджета, и на уровне местного бюджета. Принято постановление правительства о выделении средств, соответствующие решению Акимата. Исходя из общей практики, в течение недели средства мы ожидаем, что будут уже направлены на средства Акимата. На встрече с населением в Доме культуры города Ридер также присутствовал Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кушербаев. Глава региона не оставил без внимания вопросы жителей и выразил благодарность за терпение и понимание в столь непростой период. Для жителей Ридера уже введен новый компенсационный тариф за недополученную в прошлом отопительном сезоне тепло- и электроэнергию. У меня до конца июля месяца поставлена задача провести ревизию самых сочных больных вопросов, которые у них в районах существуют. У каждого в разрезе отраслей, в разрезе непосредственно то, что сегодня влияет так или иначе на жизнь граждан. В ходе мероприятия также было отмечено, что всего на ТЭЦ установлено шесть котлов и четыре турбины. В текущем году организован ремонт всех шести котлов. Также на сегодняшний день проводится реконструкция топливоподачи зданий, сооружений, капитальный ремонт бойлеров. Министр энергетики Алмаз Адам Садкалиев заверил, что финансирование на капремонт станции и закуп оборудования поступит уже на следующей неделе из республиканского бюджета. Также будет установлена система видеонаблюдения, чтобы фиксировать этапы ремонтных работ и не допустить срыва сроков. Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев поставил перед общественностью региона ряд задач для реализации. Так он обозначил приоритетные направления на сегодняшний день. Это подготовка к отопительному сезону, решение вопросов обеспечения населения ресурсами, а также соблюдение сроков сдачи объектов ЖКХ. В рамках актива Акимата Восточно-Казахстанской области были обсуждены наиболее важные вопросы. Глава региона Ермек Кошербаев поручил всем Акимам усилить работу по погашению задолженности перед угольным разрезом и контролировать наличие запаса топлива в школах, больницах и других социальных объектах. Глава государства поставил перед правительством и Акимами регионов задачи по приоритетным направлениям дальнейшей работы. Очень много говорилось о нашей столице, но все это в полной мере относится к городам, районам, селам нашей области. Аппарату Акима области с 1 августа текущего года направить в регионы инспекторов, я думаю, не с 1 августа, со следующей недели отправляйте, инспекторов по контролю за фактической поставкой угля по социальным объектам и населению. Также глава региона акцентировал внимание решений проблем с водоснабжением и водоотведением населенных пунктов области. Если кто-то отстает от графика и если кто-то просто пытается убедить меня в том, что это невозможно сделать, тогда надо будет освободить место, не надо спорить ни с кем не буду, никаких этих доводов не будет приниматься. Тогда освободите и найдем того, кто хочет этим заниматься и кто может это сделать. Надо ездить к людям и объяснять. Если вы людям объясните, что за один день трубу не положишь, но ты выделил деньги и ты работаешь над этим делом, то люди могут тебе поверить, но сроки установите. И эти сроки будем контролировать мы. Но людям надо объяснять. Согласно данным, в этом году будет осуществлено 19 проектов по обеспечению центральным водоснабжением из 34. Аким Восточного Казахстана потребовал от подчиненных активизировать реализацию снабжения региона чистой питьевой водой. Президент Республики Казахстан Касымжомар Токаев отметил, что межэтническое и межконфессиональное согласие – это наше бесценное достояние. Во имя будущего государства мы обязаны сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство. Для реализации поставленных президентом задач в регионе налажен диалог с представителями различных конфессий, а с населением ведется активная информационная работа. Как сказал президент Республики Казахстан Касымжомар Токаев, за годы независимости основополагающий принцип единства в многообразии превратил широкую палитру культур и традиций в бесценное достояние Казахстана. А солидарность, единство, патриотизм стали формирующим фактором культурного кода общества. «Мы сохраняем межконфессиональное согласие в обществе – это основной постулат стабильности. Ведь если проанализировать историю за последние 30 лет, множество конфликтов в мире происходили именно на почве разногласий. А независимый Казахстан добился больших результатов в сфере укрепления единства, и это признано мировым сообществом». Сегодня мы видим, что межрегиональное единство, поддерживаемое всеми конфессиями, является результатом эффективной государственной политики. Республика Казахстан на обширном геополитическом пространстве продемонстрировала всему миру, как единство и межконфессиональный диалог может объединить совершенно разных людей. «Совместно с нашими и другими священнослужащими проводим различные мероприятия, сходы, конференции. Мы вносим большой вклад в развитие единства, вкладываем душу и направляемся силой в развитие межконфессионального согласия». «Межнациональное и межконфессиональное согласие – наши вечные ценности. Именно они помогают нам понять, что мы все независимо от религиозной принадлежности – единая нация, у которой впереди светлое будущее». В продолжении темы сегодня гостем нашей программы является религиовед Берик Кадрыла. Здравствуйте, Берик Кадрыла. Здравствуйте. Спасибо, что уделили ваше время и пришли гостям в нашу студию. Расскажите, пожалуйста, что такое межконфессиональное согласие, его понятие и что оно обозначает? Наше государство – уникальное государство, в котором проживают многие национальности и 18 конфессий. Так можем сказать, что наше государство – это полиэтническое, поликонфессиональное государство, в котором все люди, не различая на национальности, не различая на вероубеждения, живут в мире и согласии. Это и есть межконфессиональное согласие. Когда между религиями есть дружба, между священнослужителями есть дружба разных вероубеждений, это само и даст стабильность развитию государства. Поэтому самое сокровенное, что наше государство приняло от 90-х годов, начиная с 20 века, заканчивая с 90-ми годами, когда были переселенцы со всех дружеских государств, именно в Казахстан. Наша страна, именно казахский народ, смогла принять всех национальностей, не смотря на их национальности и не смотря на их вероубеждения. Делились самими последними, что у них есть, поэтому наше государство сохранило вот эту полиэтническую, поликонфессиональную согласию. Поэтому для развития, духовное развитие, экономическое развитие для государства нужно согласие, чтобы стабильно развиваться государством. Но насколько важную роль играет все-таки межконфессиональное согласие для развития страны? Для развития страны, так мы можем посмотреть на другие страны, где проходила война на почве религиозных вероубеждений. Не только межконфессиональные вероубеждения, есть здесь и на одном религии, может быть, разные течения, разные взгляды, разные вероубеждения. Может это привести к гражданской войне или войне вообще во всем мире. Смотрите, как развивался государство Ливия, как развивался государство Ирак, какие там были ученые, например, в Сирии. Мы всегда оценили ученых и Ливан, и сирийцев, и ученых Ирака. Сейчас в данный момент в этих государствах нет межконфессионального согласия, поэтому везде идет война. А война приведет к разрушению государства. Если война идет, то нет развития и экономики. Поэтому самое сокровенное, что Казахстан сохранил, это межконфессиональное согласие, которое во всем мире ценится. И эпицентром межконфессионального согласия мы все знаем, что именно в Казахстане проходит каждые пять лет съезд мировых и религиозных лидеров со всего мира. И все оценивают нашу модель межконфессионального согласия именно в Казахстане. Поэтому я желаю, чтобы у нас всегда было межконфессиональное согласие для развития и духовно-экономического развития в нашей государстве. Это, конечно, здорово, что у нас все это сохраняется, но в то же время кажется, что это сложно сохранить. И какие меры предпринимаются для того, чтобы в обществе придерживались межконфессионального согласия и толерантности к другим конфессиям? Основной принцип, консенсус именно межэтнического и межконфессионального согласия, это есть и толерантность. Во время пророка Мухаммада Мустафа в городе Мадина, это было государство в городе, значит, городское государство, где принималась конституция, она называется «Уасиqatul Madina», значит, Мадинская конституция, где пророк Мухаммад Мустафа, салу ассалям, дает знать, что эта конституция дает в толерантности и межконфессиональном согласии жить всем религиозным вероубеждением. Например, мусульман может прочитать намаз в церкви, либо в буддийском храме, или там, как можно сказать, у еврейского народа, у их храма может, а они могут молиться в мечетях. Было такое государство, и эта конституция до сих пор сохраняется. И в казахском народе это до сих пор сохранилось, потому что Хожа Ахмед Ясави сохранил именно в нашем государстве такую толерантность, что казах, если приходит к нему домой в гости человек, хоть другого вероубеждения, он должен его принять, напоить водой, едой, и оставаться, он может, этот гость оставаться у них жить. И эта толерантность сохранилась и в начале 20 века, когда я только что рассказал, когда к нам были отправлены переселенцы, репрессированные люди, казахский народ не отказался, а наоборот принял их вероубеждением, и сохранилось вот это межнациональное, межэтническое согласие. Толерантность – это такая принципиальная, так скажем, главная принцип межконфессионального согласия, что я должен знать, уважать и не принуждать других людей своей религии или другой религии. Есть каждое место определенной религии, поэтому человек должен жить в этом государстве межрелигиозном и межконфессиональном и межэтническом согласии. Ну здорово, спасибо вам большое за ваши ответы, спасибо, что пришли еще раз. Желаем вам только всего самого лучшего. Спасибо. Ну а мы продолжаем наш выпуск. Сокровенный символ доблести и отваги для каждого спецназовца – краповый берет. Высшая форма отличия, которую нелегко заслужить. Бойцы подразделений специального назначения Национальной гвардии должны пройти сложнейшие испытания, чтобы носить заветный знак отличия. К этим испытаниям допускают самых лучших и лишь единицы смогут выстоять и блестяще справиться с задачами. О том, как проходил этот непростой путь военнослужащие регионального командования ШГС Национальной гвардии Республики Казахстан в Усть-Каменогорске, расскажем далее. В этом году в испытаниях участвовало свыше 80 военнослужащих. Чтобы получить допуск к экзаменам, они предварительно сдали теоретическое тестирование, физическую, высотную и мизуцинскую подготовки. Вспуск со специальным устройством – подготовку по связи. На последнем этапе прошедших отбор кандидатов в краповике ждал 30-километровый марш. Под палящим солнцем они преодолевали препятствия на гористой местности в 40-градусную жару. А рядом с полосой препятствий гремели взрывы и выстрелы боевыми патронами. Спецназы вступали в схватку после марш-броска. Их соперниками были не только сослуживцы, но и нынешние обладатели краповых беретов. Прохождение испытаний стало для меня незабываемым опытом. После преодоления марша и полосы препятствий я оказался лицом к лицу с соперниками, которые также стремились к победе. Рукопашный бой стал последним вызовом на пути к краповому берету. Я боролся, несмотря на усталость и боль, и отчаянно защищался от ударов опытных обладателей беретов. В итоге смог выдержать все три раунда. Во время испытаний каждый кандидат столкнулся с неимоверными физическими и психологическими нагрузками. Они демонстрировали выносливость, силу и сплоченность команде. Чтобы преодолеть трудности и достичь финишной точки, на последнем этапе испытаний кандидаты преодолевали полосу препятствий со штурмом бетонных трехметровых стен и перемещением по пластунски под натянутой колючей проволокой. Вы сегодня прошли сложные испытания, как физические, так и моральные. Ваша дисциплина, преданность и профессионализм являются образцом для молодого поколения и всех военнослужащих войск правопорядка. Хочу также отметить, что ваш успех не был возможен без поддержки к подготовке со стороны ваших командиров, инструкторов и всего коллектива, в котором вы проходите воинскую службу. Высокое мастерство и совместная служба способствуют созданию таких элитных подразделений, которые готовы противостоять любым вызовам и угрозам защищать нашу Родину. Позже в торжественной обстановке 19 претендентам, которые успешно прошли все испытания и выдержали трудности последнего этапа, вручили заветные краповые билеты. По словам бойцов, получить краповый билет тяжело, но носить его большая честь и гордость. В Кокшетау завершился чемпионат Республики Казахстан по водному полу. Юные спортсмены регионального клуба «Алтай Спортсклаб» в борьбе с сильнейшими командами страны завоевали призовое место и с яркими эмоциями от прошедших соревнований вернулись домой, где их радушно встретили болельщики, наставники, родные и друзья. Эти молодые спортсмены успешно отстояли честь региона и достойно выступили на чемпионате Республики Казахстан по водному полу. Усиленные тренировки и правильно выбранная стратегия во время борьбы с соперниками позволила добиться хороших результатов, говорят наставники. Мы приняли участие в чемпионате Республики Казахстан и заняли призовое третье место. На соревнованиях выступили наши юные спортсмены, которым по 14 лет. У нас есть талантливые спортсмены в этом виде спорта. Надеюсь, что в будущем мы станем фаворитами. Водное поло – командный олимпийский вид спорта, целью в котором является забросить мяч в ворота соперника большее число раз, чем это сделает оппонент в установленное время. Этот вид спорта требует от человека выносливости, умения в считанные секунды принимать верные решения и работать в команде, а также владеть различными стилями спортивного плавания. С каждым годом водное поло становится все популярнее. Мы участвовали в соревнованиях Республики Казахстан по двум возрастным категориям. Также ребята ездили на сборы и принимали участие в турнирах. Ибрагим Абдулаев – один из лучших спортсменов команды. Он не жалеет времени и сил на тренировке, чтобы добиться хороших результатов в игре. На чемпионате Казахстана было 12 областей, из которых мы заняли третье место. Соперничество было непростым, в том числе были сильные команды, и мы заняли третье место, победив их. Этим видом спорта я занимаюсь с пятого класса с 10 лет. По словам тренеров, молодые спортсмены показали хороший результат, а значит, есть и шансы на покорение в дальнейшем и международной арене. На этом у нас все. Альтерна Сокосулы Босн. Альтерна Сокосулы Босн.